Но блин, тут реально уже какой-то интим намечается, вы чё? А Полина как же? Я понял, я перед ним сижу, алло. Ну точно глупый какой-то. Да в смысле? Я значит сел рядом с ним, а он взял и отсел от меня, ну чё за звездец? Чпоньк! Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Зайчик Другая История. Огромнейшее вам спасибо, как всегда, за ваш актив от предыдущей серии. Давайте и в эту, соответственно, вложимся вашими большими пальцами вверх. 500 лайков, давайте наберём наша очень красивая циферка, которая набирается под каждым видосиком. Хочу, чтобы и здесь я увидел данное число. Большое ещё раз вам всем спасибо за комментарий, за актив, за то, что вы смотрите, за то, что вам это нравится, за то, что вы приходите из школы, с работы, всё это дело включаете, кайфуете. И я, соответственно, тоже кайфую, записывая для вас всё это дело. И также участвуем в конкурсе, подписываемся на телегу, на группу Fingers Crossed, рисуем арты. Для того, чтобы получить возможность выиграть классные призы. Вплоть до 5 января у вас есть такая возможность, я напоминаю. Окей. Собственно, как ты помнишь, в предыдущей серии мы с тобой остановились вот на этом моменте. Мы залетели к Катьке в хату, изучили её комнатку, посмотрели, что здесь есть и Синдерелла, и DuckTales. И, между прочим, плакаты на английском, что в то время было довольно диковинным, соответственно, удовольствием. И нам ничего не остаётся, кроме как подождать, нажать вот сюда и играть, соответственно, дальше. Я осмотрелся, ожидая Катю уже пятую минуту. Вот и Кать. Прости, что так долго. Блин, ну вообще другая интонация, вообще другой голос. Надо было кое-что сделать. Сломать телевизор, чтобы мы его сейчас починили, да? Думаю, Катя просто побоялась сказать, что наводила красоту к моему приходу. Ну или же я просто высокого о себе мнения. Возможно, и так. Ну, пойдём. Да, хорошо. Катя хотела пустить меня первым, но я остановился, не зная, куда идти. Ох, Антош, ты в трёх соснах заблудишься. Так в смысле, я тут впервые? Уж лучше пусть хозяйка первая идёт. Согласен. Я жалобно посмеялся. Катя нахмурила брови. Лупый. Ну не надо обзываться. Нахмурила брови. Такс, она пошла в зал, и я следом проскочил за ней. Прикольно, гостиная. Так, можем что-то поизучать, посмотреть на окошко. Сквозь окно пробиваются солнечные лучи, однако их недостаточно, чтобы полностью осветить помещение. А вот здесь ещё есть ваза. Искусственные цветы навеивают атмосферу мрака и угнетания. Несмотря на их яркие цвета, они не спасают помещение от мрака и уныния. Ну искусственные, да, это не совсем круто. Окей, чиним телек. Чиним телек. Нихрена анимация. Я подошёл к телевизору, который стоял у стены. Поехали. На нём был стремительный рой помех, хаотично бегающий по толстому экрану. Поводив глазами, я понял, что точь-в-точь такой же телевизор стоит в воленой комнате. А я думал, что он уже устарел. Чё тут? Катя зажала руки, обняв ими себя. Что тут? Телевизор стоит. Я понял, я перед ним сижу, алло. Ну точно глупый какой. Да в смысле, вот телевизор... Катя улыбнулась, чё? А-а-а. А-а-а, а я думал, отца, вау, ну естественно. А телевизор стоит, а, ну кей, ну. Я залился румянцем, а моё тело напоминало батарею, излучающую жар холодной зимой. Ты имел в виду, что не так с ним? Найтя способ выкрутиться, я почувствовал себя менее неловко. Другие каналы ловить совсем перестал. Показывает лишь кресты эти. Знаю, что ты привык видеть меня другой, но они постоянно меня пугают. Так не смотри, смотри те каналы, которые работают, в чём проблема? Телевизор был моим единственным развлечением, пока мамы нет дома. А уроки делать, нихрена себе. Ну да, у Кати, думаю, друзей маловато будет. А есть ли они вообще? Ну ща посмотрим, что-то можно сделать, конечно. Что-то в этом было знакомо. Неужели это тот самый... А щас будет скоро, скоро. Ну кресты она, наверное, имеет в виду... Рябь. Она же об этом и сказала. А, нет, это всё-таки то. Пропавшие дети, мистические духи леса и другие байки. Да-да. Там голос такой... Страшный. Иногда среди ночи телевизор может сам включиться. И снова крутит всё заново. Ну это вообще дичь. Я уже вторую ночь заснуть не могу, Антон. Всё что угодно сделаю, если починишь. Даже пятёрку в мамином журнале нарисуешь, да? Катя подошла ко мне поближе. Ну я помню, смотрел, как мама телевизор настраивала, когда я с сестрой приставкой баловался. У тебя сестра есть? Как зовут? Оля. Совсем маленькая ещё. На новом месте боится всего. Тоже уснуть нормально не может. Я уже снова смотрю на календарь, сравнивая то чисто, которое сейчас как бы в жизни, не то, которое в игре. И, к сожалению, сейчас не сходится. Но многие из вас написали, что это всё-таки скрипт. Поэтому жалко. Катя неловко промычала. Да ладно, я займусь телевизором. Надеюсь, смогу тебе помочь. Она немного ухмыльнулась и отошла в сторону. Ну да, работает профессионал, как бы просьба всем покинуть помещение, мало что произойдёт. Я присел на корточки, по памяти нажимая на кнопки, которые использовала мама для настройки телевизора. Однако белое шипение не переставало глушить своим звуком всё помещение. Пока я вглядывался в белые крапинки, в моей голове всплывали разные образы. От обычных быстрых букашек до человеческих лиц, скорчившихся в странных и застывших гримасах. Оторвавшись от гипноза, я совсем забыл порядок кнопок. Чёрт! Не подавая растерянного вида, я с уверенным лицом продолжал нажимать на разные переключения. Просто, знаешь, такой туда-сюда, отыкаем, нажимаем, сейчас что-то сработает. Только теперь я вообще не имел понятия, к чему это приведёт. Главное, чтобы Катя не заметила, что я облажался. И вдруг синего цвета кнопка оборвала пресное жужжание телевизора, обрушив на нас громкий звук телепередачи. Чё такое? Катя вздрогнула, издав негромкий крик. Я скорее испугался не резкого шума телевизора, а вскрика Кати. Ну вот, вроде починил. Я улыбнулся, посмотрев на Катю. Выключи, выключи его! Нихрена починили. Катя закричала, съёжившись на диване. Я не могу! Ни одна кнопка не работает! Всё, Катя, убегай отсюда, не смотри, глаза закрой! Я нажимал на всё подряд, но ничего не помогало. Ни одна чёртова кнопка! А телевизор из розетки выключить не пробовал. Тем временем репортаж завопил. Диктор говорил совсем не то, что я слышал дома. А чё он говорил? По словам немногочисленных выживших, последнее, что они видели перед кошмаром, почему как будто оригинально. Белые, горящие глаза за окном. Ух! Лесные обитатели внимательно изучают. Лишь после набрасываются на беспомощную жертву. Ну вот нас как раз сейчас изучают. А ведь совсем недавно летний, 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 летний. Летний, 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 и сейчас скримачок вот этот вот. Репортаж завис на одном месте. Сигнал ослабел, не давая репортажу закончиться. Выключи его скорее, я тебя прошу! Крикать и прибавил в громкости. В это время я, уставившись в экран, совсем забыл, что она, сидя в страхе, была рядом. Ждала лишь смерть, лишь смерть, лишь смерть. Да сейчас скример будет, все, я пошел. СТОЯ! Убери, убери, это от меня! Катя быстро ушла в свою комнату. Ну, я не так сильно испугался, потому что я ожидал уже после того, что похожую ситуацию очень мы видели. Но если бы нет, скорее всего, строгнул прям нормально. Окей. Я, догадавшись выключить телевизор из розетки, пошел за ней, идиота кусок. Раньше нужно было делать, теперь у нее стресс, слезы, все. Я правда пыталась. Трясется, бедная, блин. Зайдя в комнату, я заметил, как слеза скатилась по ее лицу. Катя, ты чего? Ты... Я же просила тебя выключить его! Почему ты такой упрямый? Почему ты меня не послушал? Потому что он сам остыл беднел, офигел от происходящего, ему стало местами и страшно, и интересно, и он... Короче, замер. Катя повысила голос. Я правда пытался. Ну, прости меня, пожалуйста. Я положил свою руку на ее плечо, совсем легонько сжимая его, будто боясь раздавить крошечную божью коровку. Не ожидав такого от себя, я тут же захотел убрать ее. Однако что-то внутри меня сказало не делать этого. Видимо, это ей помогло. Так, нужно сохраниться. Нужно сохраниться. Делаем, значит, сохраняшечку вот сюда, и поехали. Прости меня за это, Антон. Просто я его правду очень боюсь. Да я сам обосрался, понимаю. В ее голосе чувствовалась неуверенность, будто ей стыдно в таком признаваться. Такая хрупкая, нежная Катя передо мной. И колкая, противная девчонка. Она же, но двумя днями ранее. Что заставило ее... Что заставило ее так сильно измениться? Такую красивую и едкую. Однако сейчас, смотря на нее, я не могу назвать ее такой. Она больше некрасивая. Ее волосы переливались на свету. Такие светлые и шелковистые. А ее зеленые глаза пленили, будто бы перед тобой два граненых изумруда, блестят, западая прямо в душу. Кать, а почему ты обняла меня тогда? Она немного улыбнулась. Ты напомнил мне меня. В каком смысле? Знаешь, после смерти моего отца я не могу больше никому довериться. Во мне столько эмоций, Антоша. Я не знаю, что мне с ними делать. Будто бы в моей жизни чего-то не хватало все это время. И тогда, когда я увидела тебя, всего в слезах я поняла, чего мне так не хватало. Заботы. От Катиных слов волнение в грудной клетке превратилось в нечто более приятное. Я подошел к ней ближе. Она нежно улыбнулась и закрыла глаза. Я подошел еще ближе, медленно протягивая руки. Кать. Да, тоже. Может, посмотрим какой-нибудь фильм? Я не смог. Слишком это еще сложно для меня. Принять Катю такой, какой она мне открылась сейчас. Катя поникла. Давай. Я убрал руку с ее плеча. Понимаю, как ей сейчас обидно. Но я ничего не могу сделать. Думаю, ей стоит войти в мое положение тоже. Особенно после всего того, что она мне сделала в школе. А у тебя есть какие-нибудь кассеты? Или снова попробуем поймать сигнал? Ой, лучше не надо. Парочка есть. Так, наверное, утины истории есть. Без энтузиазма сказала Катя. Я понял, что совершил ошибку, когда не решился обнять ее. Пойдем выберем. Ну, Антошка Тормас, конечно, да. Но, блин, тут реально уже какой-то интим намечается. Вы че? А Полина как же? Она кивнула и быстро ушла, сложив руки на груди. Я последовал за ней. Мы подошли к коробке, которая стояла рядом с телевизором. Она присела, стала перебирать пыльные кассеты. Я ведь давно не смотрела ничего. Неинтересны фильмы? Блин, вот такая офигительная романтика во всех этих, вначале, кассетах, потом дисках была. Ты, получается, открывал там, у нас, короче, под телевизором была тумочка. Я открывал этот ящик, видел четко разложенные там по жанрам наверху фильмы, внизу мультфильмы, по частям. Там все вот эти вот крутые кассеты. И ты же реально смотрел на саму вот эту коробочку, читал описание, там вспоминал, о чем этот фильм, буду ли я смотреть, или не буду. Сейчас все это дело заменилось, понятное дело, электронными всякими платформами, площадками. Ты, по сути, просто листаешь, и у тебя есть точно такой же функционал, и это стало в разы удобнее. Ты просто можешь в любом там, в электричке дома, пока идешь куда-то смотреть, какой-то свой любимый фильм, но все равно вот эта вот тактильность, она, мне кажется, создавала какой-то нереальный вайб, который, к сожалению, канул в просто небытие. Хотя, скажу честно, до сих пор у меня хранятся все эти кассеты, диски, и я их уже, наверное, лет 10, типа, не смотрел таким образом, вот, но мне кажется, что в ближайшее время все-таки стоит их разгрести, посмотреть, поностальгировать должно быть классно. Я с веселым интересом поинтересовался у Кати, однако ее лицо еще больше помрачнело. Я даже помню времена, когда я ходил на рынок с родителями, ну, мы там закупались овощами, и стояли, короче, мужики с такими небольшими палаточками, которые продавали как раз-таки эти диски, и пик сезона вообще охренеть каким технологичным диском казалась такая история, когда на одном диске с двух сторон разные фильмы, или, например, один диск, и там, грубо говоря, 300 серий чипа Дейла. Я до сих пор знаю, где у меня эта кассета лежит, не кассета, именно диск. Вот, и, ну, ты прикинь, один диск, и там 300 серий. Ты листаешь, выбираешь, там, включаешь, которые тебе интересно, которые неинтересно, скипаешь. Блин, было же время, офигенно. Мама мне запретила. Я вскинул бровь. Как так? Почему? Я не хочу об этом говорить. Мама запретила смотреть фильмы, а мама понимает, что если ты не будешь смотреть фильмы, то ты будешь смотреть, скорее всего, вот эту вот непонятную передачу по РЕН-ТВ, и с ума сойдешь. Катя вытащила из коробки кассету, название которой я не смог разглядеть. Она вставила ее в видик, тот стремительно загудел. После чего она села на диван рядом со мной. Я вспомнил времена, когда мы с Олей смотрели мультики по утрам, еще тогда, в квартире. Я любил сидеть на полу, а Оля выше меня, на диване. Оля довольно часто гладила меня по голове, а я как старший брат вертелся, говорил, что это не по-взрослому. А может попробовать? Что попробовать? Я привстал, Катя обратила свой взгляд на меня. После я плавно спустился к полу, а потом и вовсе сел на него. Лен, ну сейчас какая-то такая подумает, ну звездец Антоша тормоз. Я, значит, сел рядом с ним, а он взял и отсел от меня. Ну что за звездец? Почему-то мое необъяснимое поведение разодорило Катю. Я с сестренкой всегда так мультики смотрел. Она на диване, а я на полу. Странные у вас, конечно, семейные традиции. Мы вместе немного похихикали. Я и не заметил, как на улице заметно потемнело. Видимо, скоро придется идти домой. Мои мысли прервал фильм, который с опозданием начал свой показ. У Кати... Та-та-та-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. У Кати на лице нарисовалась улыбка, я улыбнулся в ответ. Антош! Я этот фильм на какой-то открытке видела. Нихрена! Нихрена! А это превьюшечка пошла у нас нормально. Маккалей Калкин. Маккалей Калкин. Это... 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 Один Дома. На открытке. Дэниел Штен. Озвучка гениальная. Озвучка просто кайф. Сухмылка, я воскликнул. Это же Один Дома. Писк сезона, что называется. Но я не дал мыслям о грусти и жалости заполонить мой разум, пока мы вместе наслаждаемся моментом. Блин, очень прикольно. Это же прям реально целая анимация. Катя, он моргает, Антон моргает, свет от телевизора светит. Кайф. И вот, наконец, семья забывает дома самого младшего сына, Кевина. С этого момента и начинается самое интересное. Капец. Кашель, к сожалению, еще как-то вишни прошел. В чем... В чем фишка? Короче, я пытался вслушаться, и они такие уже, вот, в главных ролях Маккалей Калкин, Кевина они забывают, но по факту в фильме и в озвучке еще и идут просто вступления, титры. Катя молчала, я мог краем уха услышать ее спокойное дыхание, которое каждую секунду перебивалось шумом фильма. Тут самое интересное. Тут самое интересное сейчас в самом начале вступления, самое интересное еще будет. Катя, даже не моргнув, проигнорировала мои слова, всматриваясь в картинку перед ней. Смотри, как он его... Ля, прикольно. Даже вот это, наверное, превьюшка будет. Теперь уж точно лысый. Согласен. Так у нас же есть галерея. У нас есть галерея, и мы с тобой можем это разглядеть вообще идеально вот здесь. Антон и Катя смотрят кино. Красота. Так, с Антон и Катей молодцы. Идем дальше. Смех Кати, звонкий и выразительный, заставил меня чувствовать себя спокойно. навязчивые мысли о том, что мои родители могут обо мне заботиться, и что Катина мама может вернуться в любой момент, покинули меня. Я смеялся ей в ответ. Антош, Антош, смотри! Этот в шапке так грохнулся! Кате нравится, когда кто-то страдает, я понял. Это мой любимый момент, Катя! Разнос! Мы общались, как давние друзья. Никакой токсичности, никаких взаимных колкостей и обид. Катя не такая, какой может казаться. И мне настоящая Катя нравится намного больше. Конечно! Сидят, кинцо, смотрят красота. Время шло быстро. Фильм уже подходил к концу. А Катя будто бы ребенок, который радуется новой игрушке, не хотела это осознавать. И когда титры падали с небес экрана вниз, Катина улыбка падала вместе с ними. Тебе понравился фильм? Вообще топ. Она опустила глаза. Ты мне понравился, Антош. Опа! Опа! Мои глаза округлились. Она встала и пошла к себе в комнату. Зови меня с собой. Так! Не понял, сейчас что будет продолжение Скырлы-Скырлы? Я будто бы под гипнозом. Поплелся за ней. Катя встала возле печатной машинки. У моего папы было хобби. Вечерами он печатал на этой машинке небольшие сказки. И перед сном он не читал их. Я была принцессой в этих сказках. Он говорил, что я его принцесса, Антон. Он обещал, что будет каждый раз писать истории, не похожие на другие. Какой творческий папа. На ее глазах заблестели слезы. Однако она зажмурила глаза, вытерла и обратилась. жизнь дала мне урок. Не стоит ждать принца или фею крестную. Либо все отвернутся от тебя, и ты будешь слабой и маленькой девочкой, верящей в чудо. Либо же ты отвернешься ото всех, показывая силу и превосходство. Но я не могу, тоже. Я больше не могу держать это в себе. И с тобой я наконец испытала то, что потеряла в раннем детстве. Мы ведь всего лишь посмотрели фильм. Этого было достаточно глупой. Я понимаю, Катю, но все, что я могу сказать, шаблонная тупость. Нужно прекращать, пока я не растоптал этот хрупкий цветок прямо сейчас. Мне тоже очень понравилось проводить время с тобой. Ну конечно, если это для нее важно, то не нужно сейчас вот это строить так, шаблоны, вот это все тупо, не надо, туда-сюда. Нужно соглашаться, говорить все здорово, ты молодец и валить. Я бы очень хотел побыть с тобой подольше, но... Ну уже пора, как бы сама понимаешь, там темно, как бы родители волноваться. Правда? Куда это? Катя подошла ко мне поближе. Ее прекрасные глазки загорелись. Я улыбнулся и взял ее за руку. Правда, Катя? Она довольно улыбнулась. Я уверен, мы повторим с тобой сеанс домашнего кинотеатра совсем скоро, но мне уже пора идти. На улице темно, мама уже переживает. Все верно. Ты прав. Мне пора, Катя. Я обулся и надел куртку. Потянувшись к двери, я уже хотел было попрощаться, но вдруг Катя схватила меня за руку. Я провожу тебя тоже. Ой. Очень мило с твоей стороны. Я улыбнулся и кивнул головой. Катя выключила свет в комнате и оделась. Вместе мы вышли из дома. Ух, похолодало-то как. Звездец. Не переживай. Если замерзнешь, отогри. Ну, чайком, естественно, там, с баранками, с ушками. Ухмыльнувшись, сказала Катя. Надеюсь. Но Антон тоже не промах, слушай. Мы вышли на проселочную дорогу. Катя уже довольно далеко отошла от дома. Антон, же, постой! Че такое? Я обернулся. Катя коснулась моего плеча. Я хотела тебе сказать. Я замер в ожидании. Катя некоторое время молчала, а затем сделала шаг вперед и обняла меня. Ну, здесь все как бы и без слов понятно. Можно ничего не говорить. Вот, собственно, романтик. Под фонарем падает снег. Поселочек. Горит свет в домиках. А мы тут стоим, значит, обнимаемся. Спасибо тебе, Антон. Спасибо тебе за этот вечер. За подаренные эмоции и чувства, которые я смогла выпустить на свободу. На самом деле, да, держать в себе все довольно опасно. Как бы, друзья, они для этого и нужны, что нужно с ними делиться, нужно рассказывать, потому что, когда ты держишь все в себе и пытаешься, там, разобраться с какими-то своими этими чертиками, есть шанс. Меня глючит. Да, меня глючит. Я на секунду посмотрел на брошь, на ее шапке. Мне показалось, что она вниз съезжает как будто. Короче, есть шанс, что ты реально начнешь вот этот вот клубочек наматывать еще больше и в итоге так, короче, как сказать-то, ну, не то, что запустишь ситуацию, а так загонишься, вот слово вспомнил, загонишься, что нафиг кануть и надо. Реально, если есть какие-то проблемы, нужно обязательно делиться либо с родителями, либо с друзьями, беседовать, обсуждать и прочее. Ну, когда нет мамы, да. А то мама нас не любит. Ля, ну вот опять же, смотри, если у них все получится, если они там вырастут, достигнут 18-летнего возраста, понятное дело. Антошка решит такой, все здорово, там нам нужно жениться, и тут он приходит к этой Лилии Павловне. Это же звездец. Она его просто, она его даже не пустит в дом. Она скажет, Кать, ты охренела, блин? Если хочешь, можешь приходить со своими кассетами. Это, кстати, идея, действительно, у нас же их много. Можно даже взять приставку, принести, поиграть. Я расплылся в улыбке. Мне тоже нравишься, Кать. А Полина, а Полина куда делать? Приходи ко мне завтра. Ты мне очень нужен. Капец. Я обязательно приду. Она покрепче прижала меня к себе, а затем отпустила. Я пойду? Ну, давай. Хорошо, давай. Сладких тебе снов, Антон. Ой. Спокойной ночи, Катя. Она, извиняюсь, она помахала мне ручкой и ушла. Ты-дынь, ты-дынь. Да. Красава. От счастья, я прыснул себе в кулак. Я и Катя, мы... Я услышал крик посреди дороги. Знакомый голос прервал тишину. Но это Ромка. Качающаяся тень сделала шаг вперед. Чувство умиротворения перебилось тревогой внутри меня. Хотелось сорваться и убежать прочь, но что-то заставило меня стоять на месте. Ромка, так это же я, ты чё? А ты чё тут по сумеркам шляешься? Так вот, решил, значит, погулять, свежий воздух подышать. Это был Рома. Напряжение постепенно спадало. Я... Стоит ли признаться? Поверит ли он мне? Ну, язык проглотил? Мне кажется, он нас может за этот поступок даже зачморить, зная то, что он, ну, Катьку как бы не любит. Рома с большим подозрением посмотрел на меня. Стоит сказать правду. С Катькой на свиданиях. Звездец. Да ну, хорэ гнать. А, нормально всё? Ромка сложил руки на груди. Ну? Я посмотрел на него кислым лицом. Да правду не гонишь? Ну, получается, нет. Его ухмылка сменилась удивлением. Но на самом деле это очень тупой поступок. Это очень тупой поступок. Потому что Ромка это расскажет Бяше, а Бяше это расскажет всем. И над Катькой начнут издеваться. А может, они начнут? А может, начнут ни хрена? Нет, они начнут издеваться, но не потому, что она начала встречаться с Антоном, а потому, что её все не любят. И как бы обычно она всех буллит, у неё нет друзей. Поэтому, что мешает всем начать ржать с того, что «Ой, Катька там начала встречаться с Антоном, пипец!» Поэтому, блин, нужно было язык за зубами попридержать. Ни хера себе! Сказал я себе. Ну, Антоха, мужик! Нарваль! Не, ну Ромка, конечно, заценил, да, но я тебе говорю, как бы это нам потом не обернулось. Такую бестию смирил! Ромка провёл неприятное сравнение, после которого я ещё больше захотел пойти домой. Надо же было ему явиться, испортить такое романтическое послевкусие. Ничего не бестия. Да нормально ещё. Да ладно, чё ты, я твой выбор уважаю. Не каждый день любителей экзотики встретишь. Ха-ха! Мне вот Ромка нравится. Ой. Вся такая неприступная, но интересная, да чёртик. Ну, это мы с тобой ещё до этого знали, что Ромке нравится Полинка. Ну, слушай, с другой стороны, может быть и хорошо. Ну, нет, жалко, жалко Полинку. Всё равно жалко Полинку, потому что Ромке-то нравится Полинка, всё хорошо, но Полинке не нравится Ромка. Понимаешь? И как бы сейчас говорить о том, что вот, у каждого появилась пара, да нихрена. Полинка не будет встречаться с Ромкой, если он такой неадекватный гопник. И получается, что Полина ну, с максимально открытой душой к нам, мы с ней там и гуляли, у нас было всё в планах, и стоило, блин, Каське позвать к себе починить телевизор, всё, про Полинку забыли, блин. Может, и научит меня культуре бодлона сельского. Да, пусть у вас всё получится. Я смотрел на него потерянным и расстроенным взглядом. Я уже и забыл, что мне когда-то нравилась Полина, одна из самых красивых девушек, которых я встречал. Однако, она для меня лишь на втором месте, после Кати. Я как раз к ней ходил, хотел прогуляться, позвать. И вышла, черт. Он обронил взгляд на снег под ногами. Ладно, чё уж там. Хоть у тебя успехи есть. Ну, типа да. Ну, я домой иду, а то мамка с говном сожрёт, если через 10 минут не вернусь. А ты, я тоже иду. Ля, я думал, всё. Случайно проскипал реплику, но там ничего важного, тоже идёт. Ну, хоть в чём-то фартит. Погнали, с тобой пройдусь. Давай-давай, за компашку. Я бы с радостью поменял компанию Ромки на лишние 15 минут но с ним всякое будет безопаснее. Реально. Не, ну, прикольный, прикольный, мне кажется, эпизод, прикольная серия. Ромка соскалил улыбку во весь ряд зубов. А я лишь вдохнул. Так, а чё? Ну, серьёзно, так и было всё. Да, вот. Отшила? Нет. Интерес Ромки меня раздражал. Это наше скатиделы. Не хочу, чтобы кто-то о нём знал. И уж тем более лез к нам. Обещай, что не расскажешь никому про нас. Могила, Тоха. Да, конечно, знаю я тебя. Спасибо. Да. Дальше мы шли молча. Я знал, что Рома разрывался от интереса. Как это так? Новичок охмурил первую красотку класса. Такую стервозную и противную. Такую ранимую и чувственную. А точно ли у нас всё серьёзно? Точно ли мы завтра встретимся взглядом при просмотре нового фильма? Я не знал. Но я очень этого хочу. Клухой крик раздался по посёлку. Рома дрогнул, резко обернулся ко мне. Ты слышал? Слышал. Это Катька была? Походу. Катя! Звездец, куда Катька-то делать? Мои глаза округлились, я оцепенел. Чё, встал как ушибленный? Быстрее бежим! Побежали. Мы с Ромой рванули по просёлочной дороге. Катя! Катенька! Надеюсь, это всего лишь тревожный телевизор помешал ей. Всего лишь кошмар. Всего лишь тот самый адский репортаж. Быстрее! Надо бежать! Срочно! Бежим, бежим. Мы бежали всё быстрее. Я не мог ровно дышать из-за волнения, но останавливаться нельзя ни в коем случае. Рома обгонял меня. Рома обгонял меня, а я пытался двигаться быстрее, расходуя все свои силы. Он добежал до дома Кати, но не входил. Ждал, пока я войду первым. Входи быстрее! FBI! Open up! Я распахнул дверь и быстро забежал в дом. Куртка спорхнула с моих плеч на пол, я кинул шапку в угол комнаты и побежал. Катя! Лилия Павловна ещё не вернулась. Где носит эту старую? Катя, я с тобой! Я рядом! Открыв дверь, я... Катя! Ага, никого нет. Её тут нет. Распахнутые окна, накиданный снег. Я упал на колени. Я не успел, я был слишком слаб. Прости меня, прости меня, прости! Да чё, прости, ты нехорош себя накручивать? Может, вообще не она кричала? Должен оставлять тебя одну после всего этого! Ой, господи, такой ты драматичный, я не могу. Я кричал на взрыв. Рома подошёл ко мне. Истерика, дело не решить. Вот именно, вдруг себя возьми. Сейчас мы уже не вернём. Да... Чё, я кто-то похитил? Спасибо, Рома. Ты мне так помогаешь. Я был зол и беспомощен. Я хотел разломать всё, что было вокруг меня. Ромкин голос бил по ушам, раздражая ещё больше. Ля, вот это, кстати, прикольно. Если её реально похитили, то это, получается, всё идёт по лору оригинального зайчика. И, возможно, мы её даже сможем спасти от того самого ужасного эпизода. Твою мать! Вставай уже! Надо думать, что нам делать. Катя! Придурок! Ромка дёрнул меня за плечи и вытащил из комнаты. Я кое-как собрал вещи и вышел на улицу. Что произошло? Что ты с ней сделал? Я ничего не делал, в смысле? Я ничего не делал. Вот именно. Мы просто посмотрели фильм и я пошёл домой. Конечно. Пошли отсюда нахер, а то мамаша её вернётся. Так ей надо сообщить. Я не могу ни слова об этом, ты меня понял? Но она на сто процентов сразу её заподозрит. Я обязан пойти в милицию. Мы должны найти её, понимаешь? Куда сейчас ты пойдёшь? Тебе мозги совсем отшибло? Завтра с тобой займёмся этим. Иди домой. Я без неё не уйду никуда. Рома опрокинул на меня свой недовольный взгляд. А на что он надеялся? На то, что я спокойно пойду домой? Он ошибается. Антоха, ты чё? Что? У тебя огромные уши прямо на лбу. Чё? Скинув бровь, я снял очки и прикоснулся ко лбу. Да нет ничего. А вот сейчас не понял. А вот сейчас не понял. Хуже бабы. Охренали. Я упал на землю. Головокружение не позволило мне встать. Ромка, ты охренел там? Неожиданный удар Ромы по виску не давал мыслям связаться. Я просто лежал. Ля, висок вообще никогда бить нельзя. Это реально настолько опасное место, что человека убить можно одним ударом просто по виску. лежал. Я не хотел открывать глаза. Уютная постель будто верёвка, обязывающая моё тело не хотела выпускать. Так тепло и так больно. Я потрогал ушибленное место. Горит и пульсирует. А с хрена ли он меня ударил-то? Глава 5 Грёзы счастливых кошмаров. Замечательно. Собственно. Ромка, ты тут? Ромка у нас тут, а мы с тобой на этом заканчиваем наш видосик. Сохраняемся, естественно. Вот такие вот события. Реально очень много всего внезапного, нового, неожиданного, прикольного, непонятного. В одной серии собралось. И надеюсь, что и дальше будет так же интересно всё это дело раскручиваться. Возможно, начали закручиваться. Потом мы это с тобой как клубочек будем распутывать. В любом случае, мне кажется, что в следующих эпизодах будет реально интересно. Собственно, дорогие друзья, если вам понравился этот видосик, обязательно выставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все удовольствия, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами был Ажда Акстер. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!